Здравствуйте! Меня зовут Дина Аркембековна. Я рада приветствовать вас на уроке химии. Тема урока – синтез каучка. Ты знаешь классификацию полимеров, общее свойство полимеров. Ты узнаешь о синтезе каучка, о строении натурального и синтетического каучка, о зависимости свойств синтетических каучков от природы мономера. Природный каучук стал известен в Европе в конце XV века. Первыми из европейцев его увидели участники второго путешествия Христофора Колумба на острове Гаити в Тихом океане. Тогда они узнали, что индейцы получают из каучу, слезы дерева, из млечного сока, тропического дерева гивея и используют его для изготовления обуви, мячей, небьющейся посуды. Латекс – сок дерева гивея, содержащий в своем составе до 30% натурального полимера. На территории Казахстана произрастают растения каучка-мосы. Обратите внимание. Таусагус – растение из рода козелец, семейство сложноцветных. Полукустарник, высотой до 40 см, образующий полусферичные дерновины. Произрастает на Теньшане, хребет Каратау и Памира Алтае по щебнистым и мелкоземистым склонам. В корнях однолетнего растения содержится до 5-6% каучка, у трехлетнего – 15%. В Армении его используют как жевательную резинку и называют горная жвачка. Коксагус – источник ценного сырья для получения натурального каучка и природного полисахарита инулина. Инулин используется в фармацетической промышленности для изготовления лекарств при ожирении, сахарном диабете и шимической болезни сердца. В корнях растения коксагус содержится от 6 до 11% каучка, в корнях декорастущих растений – до 27%. Каучук, полученный из коксагыза, по качеству не уступает каучку из гивей. Молекулярный вес каучука из коксагыза составляет от 300 тысяч до 350 тысяч. Коксагыз является эндемичным видом Казахстана. Таусагыз и коксагыз занесены в Красную книгу Казахстана. Из-за ограниченности ресурсов натурального каучука перед промышленностью стал вопрос о замене натурального каучука синтетическим. Разберем с вами синтез каучука. Синтез каучука впервые был произведен академиком Лебедевым в 1932 году. Исходным продуктом для получения синтетического каучука послужил бутадиен. Для получения бутадиена Лебедев использовал этанол. Рассмотрим механизм получения синтетического каучука. Первым этапом было дегидратация и дегидрирование этилового спирта в присутствии катализатора оксида алюминия, оксида цинка при температуре 425 градусов по Цельсию. Обратите внимание, в реакцию вступают две молекулы этанола. В ходе реакции от каждой молекулы этанола отщепляется молекула воды. Соседние атомы водорода, объединяясь между собой, образуют молекулу водорода. В ходе реакции побочными продуктами является вода, водород, основной продукт данной реакции бутадиен или же дивинил. Следующим этапом является полимеризация бутадиена в присутствии металлического натрия. Из первой продукции, полученной по методу Лебедева, была изготовлена шина, которую поставили на автомобиль, на котором ездил сам Сергей Васильевич Лебедев. И данные шины прослужили ему 16 тысяч километров пробега. Полученный синтетический каучук по многим показателям превосходил натуральный каучук, но уступал ему в самом главном – в эластичности. Перед учеными стал вопрос о доведении свойств каучука равным к натуральному. Причиной данному послужило строение каучука. Натуральный каучук – это изопреновый каучук, 2-метил-бутадиен-1,3, имеет стереорегулярное строение. Поэтому природный каучук – это цис-поли-изопрен. Обратите внимание на формулу, ребята. Ученые решили проблему приравнивания свойств синтетического каучука к натуральному. Они получили синтетический каучук цисформы и трансформы. Получив синтетические каучуки цис-трансформы, что являлось явным достижением в химической промышленности, ученые пошли дальше для усовершенствования свойств синтетического каучука. Вулканизация – это процесс нагревания каучука серый. Ребята, рассмотрим процесс вулканизации. Сырой каучук имеет линейные макромолекулы. При небольшом нагревании серой, атомы серы присоединяются к месту нахождения двойной связи, сшивая тем самым полимерные молекулы и образуя трехмерную сетчатую или пространственную макромолекулу. Резина – это вулканизированный каучук. В качестве наполнителей используют соединение серы или сажу. Содержание серы не превышает 30%. Резина может растягиваться в два раза большей длины, чем исходная, при этом возвращается в исходное состояние. Эбонит – более твердый материал. Получается в результате нагревания каучука с избытком серы. Содержание серы в эбоните превышает 30%. Свойства синтетических каучуков зависят от природы мономера. Разберем с вами схему. Виды каучука – изопреновый, бутадиеновый, хлоропреновый, бутадиенстирольный. Бутадиенстирольный является уже сополимером бутадиена и стирола. В зависимости от природы полимера каучуки разделяются на каучуки общего назначения, каучуки специального назначения. Каучуки общего назначения для них характерна высокая эластичность и износостойкость при обычных температурах, устойчивость к многократным деформациям, практичность. К ним относят бутадиеновый и изопреновый каучуки. Каучуки специального назначения – стойкость к действию растворителей, масел, кислорода, озона, высоких температур, морозостойкость. К ним относят хлоропреновый, бутадиенстирольный каучуки. Синтетические каучуки имеют широкий спектр применения. Чтобы сделать современный автомобиль, нужно 250 кг каучука. На каждый самолет в среднем расходуется 600 кг, а на оборудование большого военного корабля – почти 70 тонн каучука. Переходим к практической части урока. Перед нами задача. Рассчитайте, сколько килограмм бутадиена необходимо взять, чтобы при его полимеризации с выходом 90% получить 234 кг дивинилового каучука. Определим с вами, что у нас дано. Дано выход дивинилового каучука 90%. Масса практического выхода дивинилового каучука – 234 кг. Что нам нужно найти? Нам нужно найти массу бутадиена. Решение. Запишем уравнение полимеризации бутадиена. В результате реакции полимеризации бутадиена мы получаем дивиниловый каучук. Далее, второй шаг. Выход равняется... Масса практического мы делим на массу теоретического и умножаем на 100%. Исходя из этой формулы, мы находим массу теоретического выхода. Масса теоретическая равняется... Масса практическая мы делим на выход реакции и умножаем на 100%. По ходу данной реакции нам необходимо найти теоретический выход дивинилового каучука. Теоретическая масса дивинилового каучука равняется... 234 кг мы делим на 90% и умножаем на 100%. В итоге получаем 260 кг. Ребята, обратите внимание на уравнение реакции. В ходе реакции из бутадиена мы получили полибутадиен. В уравнении реакции нет побочных продуктов реакции, нет дополнительных реагентов. Согласно закону сохранения массы вещества, масса, вступившего в реакцию бутадиена, будет равняться теоретической массе образовавшегося каучука. Отсюда следует, масса бутадиена будет равна 260 кг, что является ответом задачи. Ребята, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, которые у вас на экране. Проверим результаты. Какая особенность строения обуславливает эластичность каучука? Это стереорегулярное строение. Совпадают ответы? Как называется реакция, протекающая при нагревании каучука с серой? Данная реакция называется локонизация. К какому классу углеводородов относится изопрен? Изопрен относится к алкодиенам. Сегодня на уроке мы узнали о синтезе каучука, о строении натурального и синтетического каучука, о зависимости свойств полимеров от природы мономера. На этом наш урок закончен. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok